МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акробаты, факиры, масса номеров с дрессированными животными. И тоже в воде. Цирк на воде – это авторский аттракцион. Здесь все эксклюзивно. От музыки, написанной специально для шоу, до самих фонтанов. Мы не заявляемся как шоу фонтанов, как какое-то лазерное шоу. У нас все-таки цирк. Дабы оставаться в сегменте этого цирка, естественно, мы, конечно же, имеем традиционных клоунов, мы имеем дрессуру животных. У нас работают морской лев, вот бопы, трессированные собачки, голуби, крокодилы, питоны. Вот такой небольшой джентльменский набор животных, которые в основном связаны, могут работать непосредственно в воде тоже. И это дает нам все-таки право оставаться в сегменте цирка, не уходить в какие-то театральные шоу. В общем, мы их все-таки за цирк. В его необычном исполнении зрители будут практически присутствовать внутри представления, потому что некоторые номера выходят даже в зал по своему объему. В последний раз артисты знаменитого цирка «На воде» приезжали в Сочи 4 года назад. За это время программа «Шевченко шоу» сильно изменилась и потяжелела. Труппа с собой привезла 80 тонн оборудования, за счет которого и сочетаются сразу несколько стихий. «Вода, огонь и свет» – это отдельные участники программы «Шевченко шоу». Вся программа шпигована техникой, воздушными аппаратами, которые постоянно поднимаются, опускаются. Причем это очень серьезная грузоподъемность. Вот стеклянные ванны, они в себя вмещают по 500-600 литров воды. И все это движется наверх-вниз. Ну, собственно, все, что мы показываем, это наши наработки за 20 лет. То есть программа была создана в 1998 году, еще выпущена. Но, естественно, она не была такого объема. И вот с каждым годом, с каждой программой, с каждым городом мы что-то добавляли, что-то убирали. И вот пришли уже вот к такому результату. По версии Росгосцирка, программа «Шоу на воде» Шевченко входит в тройку лучших в России. Гастроли «Цирка на воде» продлятся в Сочи по 13 октября. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».